МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смертельное столкновение. Двое человек погибли в результате ДТП близ Болхаша. Первый опыт Болхашскую маринку выявили в искусственных условиях в стенах Рыбного института. Двое человек погибли в результате ДТП близ Болхаша. Ещё четверо находятся в больнице с различными травмами. Смертельное столкновение произошло 5 сентября около 9 часов вечера на 665-м километре трассы Алматы-Екатеринбург. Водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на лошадь и впоследствии столкнулся с другим транспортом «Мерседес-Бенц». В результате несчастного случая погиб водитель «Лады Приора» и его супруга. Кроме того, в автомобиле находился их ребёнок старше полутора лет. На сегодняшний день малыш находится в реанимационном отделении центральной больницы. Доставлены. Бригада экстренного реагирования трассового пункта «Болхаш». Состояние пострадавших нагодилось в тяжёлой степени тяжести. Все были госпитализированы в центральную больницу города «Болхаш». Все шестеро являются жителями «Болхаша». Проблему с главным выездом из гаражного массива решали владельцы на прошлой неделе. В связи со строящейся дорогой по улице Иванова оказался перекрыт главный въезд в гаражные массивы. Осталось всего два объездных въезда, где лежит мусор и стёкла. Свыше 300 гаражей стоят по улице Иванова с 1980-х годов. Есть один более оживлённый был въезд. Самые тут, получается, все. Сколько отделов в гараже ещё? Та линия первая. Те две сквозные просто. Одна линия. С жалобой ЖКХ и Вакимат обратились владельцы гаражей. Представители государственных структур пообещали оставить открытым главный въезд и взамен предложили собственникам заключить договор с «Болхаш-универсалом» на установку мусорных контейнеров и вывоз мусора. Условия нам тоже создать. Условия – это уже обязанность услуга дать. Если у вас есть договор, пусть создаёт условия. Он за это зарабатывает, он должен ставить контейнер и вывозить мусор. Договорились? Всё, а по заезду, я думаю, это вопрос решён. Уже в понедельник подрядная организация приступила к изменению проекта дороги. Владельцы гаражей будут въезжать к своим автомобильным домам с главного обновлённого въезда. Восстановить популяцию рыб, следить за уровнем воды и видами фауны при «Болхаш-е» – это малая часть задач рыбного института. Иркинбек Куматаев о подводных обитателях может рассказывать часами. Уже больше девяти лет о хордовых и хрящообразных он знает не понаслышке. В «Болхаш-е» молодой человек почти два года и уже может похвастаться первыми успехами возрождения популяции маринки. Мы в прошлом году впервые можем с гордостью сказать, что получили в искусственных условиях потомство от «Болхаш-е» и «Маринки». То есть искусственно воспроизвели и получили молодь. И в дальнейшем в этом году и на будущее планируем его получать и создать маточное поголовье её. Если у нас всё хорошо получится, мы в будущем планируем обратно, чтобы потомство больших количеств будет обратно запускать, зарублять озеро. На территории Рыбного института расположены лаборатории и огромные бассейны, где в искусственных условиях выращивают нильскую телепию, болхашскую маринку, сазана и другие виды рыб. Сейчас этот проект финансируется и в скором времени, возможно, представители ихтофауны вернутся в естественную среду обитания. Жители дома по улице Жильтухсан-16 уже три года борются с соседом, который находится в состоянии алкогольного опьянения. 54-летний мужчина, живущий на втором этаже этого дома, превратил свою двухкомнатную квартиру в груду хлама. Невольными заложниками неприятного запаха и вредоносных паразитов стали соседи. Как оказалось, 30 августа из-за безответственности мужчина затопила квартиру на первом этаже. Он говорит, это уже не моя квартира, а сынова, якобы он Краснодар живет. Но это болтовня, если он на себя не переписал. С этим заявлением я обращилась 31 августа в исполком ЖКХ, чтобы разобрались, кому точно принадлежит квартира, сколько задолженностей, как с ним бороться, что нам делать, создайте нам комиссию, чтобы его куда-то ликвидировать отсюда. Жителям, направившим запрос в компетентное учреждение, в отношении одного из соседей специалисты городской жилищной инспекции дали следующий ответ. Согласно статье 4, статье 39 закона РК о жилищных отношениях, использованные квартиры не должно приводить к их разрушению или порче, нарушать условия проживания других собственников квартир. И должно соответствовать строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам. Если собственник квартир и нежилого помещения наносит ущерб другой квартире, а в общем учитывая обе кондоминиума, он обязан устранить ущерб, либо возместить расход по его устранению.